Здравствуйте! С вами Светлана. И сегодня я хочу вам показать, что я приобрела в магазине Светофор. Итак, свою любимую и уже несколько раз сделала повтор в этой покупке. Это шампиньоны. Шампиньоны резаные. Производитель Питер по цене 131 рубль. 131 рубль. Очень даже бюджетная покупка, но очень вкусная. Допустим, я делаю и подливы с грибами, и картошку жарю с грибами, и суп делаю с грибами. Очень полезная для хозяек покупка. Они уже нарезаны. Единственное, что нужно смотреть, чтобы они были не поломаны. Я сегодня взяла одну покупку, вторую, и вот только на третьей остановилась. Они здесь целые. Так бывает, что не поломаны. Затем приобрела первую покупку. Я еще не покупала. Зефир фруктовый. Зефир у нас смородина. Аромат уже передается через упаковку. Производитель у нас... Город Тверь. Город Тверь. Привет вам, тверичане. И по цене... Сто тринадцать. Сто тринадцать рублей. Это недорого. Но очень, наверное, вкусно. Я вам обязательно расскажу. Потому что аромат уже вот просто супер. Передается через упаковку. Затем приобрела десерт творожный груша-карамель. Мне очень понравилось. В прошлый раз я брала две упаковки разного груша-карамель и не помню еще какой-то. Производитель у нас... Иванова. 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 Привет. А цена... Сорок три. Сорок три рубля. Состав я посмотрела. Состав очень даже натуральный. А вкусный. Я прошлый десерт купила один на двоих мужчинам. А один я скушала сама. С большим удовольствием. Вы знаете, очень вкусно. Ну, правда, калорийно, но иногда же можно. Затем приобрела вот такие вот орешки. Орешки уже подсоленные. В упаковке 500 грамм. Производитель Казань. По цене... 69. 69 рублей. За полкило. Я их все просмотрела. Нигде у них порченых нет. Никакой плесени нет. Они свежие. Через упаковку аромата нет орешков. Но вот когда вы выбираете, нужно смотреть. Я просмотрела все упаковочки. Ну, не все. Несколько упаковочек я просмотрела. Все аккуратные, чистые. Никаких тут плесеней нет никакой. Поэтому я взяла. Будем лакомиться. И еще одну покупочку приобрела. Вот такой вот друшлаг. Там был представлен в трех цветах. Лимонно-желтый, белый и нежно-голубой. Я взяла белый универсальный. Он такой вот чашка друшлаг. Она такая большая. Вот, смотрите. Спросите, зачем мне нужен такой тазик, чашка друшлаг, вся в дырочку. Затем, что сейчас дачный сезон. На дачу увезу с собой или, скорее всего, приобрету еще одну такую чашку друшлаг. Одну на дачу, одну дома оставлю. Мыть фрукты, овощи, огурцы с помидорами мы положили сюда и моем. Очень даже хорошо. Объем большой можно сюда положить прям хорошо. Для консервации, когда мы, допустим, будем или на салаты покушать черешню. Девочки, черешню купили. Черешню или у кого растет своя черешня. Сюда тоже можно засыпать и помыть клубнику, чтобы ее не подавить. В таком большом друшлаге, чашке, прям замечательно. Производитель такой прелести Красноярск и по цене 56 рублей. Девочки, 56. Не грех купить еще одну. Я вот сейчас просто подумала, думаю, нужно будет заехать по пути домой с работы и купить еще одну. Но, наверное, уже куплю голубую. Потому что нежно-голубой такой цвет у нее очень даже симпатичный. Она, кстати, я вам забыла сказать, на ножках. Вот видите, здесь ножки. Очень удобно. Ну, прелесть. Прелесть друшлагчок. Я просто такие друшлаги большие не видела, чашки. А увидела, подумала, дачный сезон. Будет много чего помыть. И помыть так, чтобы не раздавить. Вот так и потрясти можно прям классно. Ну что? А чипсы? А чипсы? Ну, мне стыдно сказать. Купили мы чипсы. Была инициатором покупки я. Давно не ела чипсы и очень захотела. Муж говорит, Светлана, ты же чипсы не ешь. Я говорю, да, не ем, но сегодня съем. Цена чипс? 22. 22 рубля. Вот такая вот подвесочка с фианитом, серебро. Она маленькая. Ну, а своим клиентам они дарят вот такие вот подвески. Чистое серебро. Фианитик и жемчуг. Конечно же, жемчуг. Вот в такой коробочке упаковочной они мне подарили. Было очень приятно, что компания помнит, любит и ценит своих покупателей. Мне было очень приятно, спасибо. Еще вот такие вот сланцы приобрела я на лето. Они силиконовые. Ну, так ничего симпатичные. Вы знаете, очень легкие. Между двух пальчиков у них крепление. Вот, одеваем на ножку. Между двух пальчиков. Не знаю, думаю, не на ту. Потому что, как бы, я уже ходила в таких. Симпатичные, легкие, летние. Думаю, нормально. Так, по цене они были 1500. Думаю, тоже, как бы, по цене подходят. Нормальные, девчонки? Тут Мишутка топает, ходит. Миш. Миша. Мишель. Мишель всю коробку обувнула и обнюхала. Посмотрела, что там. Мишутка, ты где? А, вот она, скажи я. Мишелька. Вообще, ёрки у нас никогда ничего не грызли и не гадили нигде. Были приучены, прям с детства я приучала их к пеленке, чтобы они ходили в туалет. Ну и на улицу, конечно, бегают. Так, ну вот такие вот сланцы. В них, я так думаю, можно и на улицу просто ходить. Когда выходной день, не на работу, конечно. Продолжение следует.